Здравствуйте, у нас в гостях научный обозреватель, кандидат биологических наук Илья Калмановский. Здравствуйте, Вадим. Рад вас видеть снова. Да, взаимно. Я хотел начать с такой фразы философской, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Если смотреть на это с философской точки зрения, это одна история. Но если смотреть на это с точки зрения биологии, это соответствует действительности, как вы думаете? Либо да, либо нет. Там, очевидно, есть какой-то оптимум. Есть закон Йеркса и Дотсона, который показывает, что для обучения нужен некоторый оптимальный уровень стресса. Если говорить, например, про стресс, наверное, вы имели в виду скорее его, чем инфекции или тяжелые металлы или ультрафиолетов. Но это то, что приводит к эволюции? То, что, условно говоря, на нас воздействует очень сильно каким-то образом, но оставляет нас в живых? Или не всегда? Да. Тут получается сразу несколько разных разговоров. Если говорить про индивидуальную жизнь и путь одного организма, то, еще раз повторю, там есть некоторый оптимум, и он разный для разных организмов, для разного типа устройства. И кто-то из нас устойчивее стресса, кто-то менее устойчив. И мы работаем над разными задачами. Даже в популяции крыс есть такие вот консерваторы, а есть скауты, разведчики, экспериментаторы. И для выполнения этих разных задач, судя по всему, нужно разное количество стресса. Я быстро расскажу, как они сделали это открытие. Они изучали, как крысы в лаборатории учатся решать задачи. И стрессом для них было попадание в воду. Им надо было запоминать путь в водном лабиринте. И они случайно выяснили, что если вода слишком теплая, то крысы расслабляются и считают, что они попали в спа. Ну и хорошо. И ничего не учатся. Если вода очень холодная, то они в стрессе и тоже ничего не учатся. Нам есть некоторый оптимум. И это такая большая метафора из, по-моему, 60-х годов про всю нашу жизнь. К этому добавилось также понимание, что еще есть вопрос, чему вы их учите. И другая исследовательница, такая Хейзл Маркус, открыла закон Маркус. И там эксперимент выглядел так. Людям предлагали зайти в комнату и решить задачу. Половине из них предлагали завязать шнурки быстро, а половине надеть медицинский халат и завязать рукава за спиной узлом. Попробуйте это сделать сейчас, пока вы нас слушаете. Это похоже на смирительную рубашку. Вы даже сами себя смирите каким-то способом. Это задача, которую вы никогда не решали. При этом в обеих группах половина людей делали эту задачу одни в комнате, а в половине случаев в углу сидел незнакомый им наблюдатель и читал книгу. В действительности это стресс, присутствие другого человека. Так устроено общественное млекопитающее. Легкий стресс, небольшой. Но оказалось, что он очень точно попадает здесь в нужную точку, поскольку шнурки люди завязывали быстрее. Этого стресса им как раз хватало, он делал более оптимальным их перформанс. А рукава завязывали медленнее, потому что это было слишком много стресса, вероятно, когда нам надо решить сложное творческое задание. Нам тоже нужно некоторое количество стресса, но гораздо меньшее. То есть стресс – это же химическая реакция, правильно? Это комплексная реакция. То есть сброс определенных веществ в организме. Да, она включает в себя каскады разных веществ, но все есть каскады веществ. И все ситуации в нашей жизни имеют проекцию в эту сферу. Но мы не всегда видим поведение этих молекул. Для нас достаточно знать про себя, сколько стресса нас мобилизует. Причем, еще раз, смотря в какой ситуации. Если надо быстро собрать много документов и уехать куда-нибудь, то там хорошо иметь одно количество стресса. А если надо поразмыслить над тем, как перепридумать карьеру, то, может быть, нужно поменьше стресса. И надо понимать, что если… Во времени есть вещи, которые связаны именно с временными отрезками. Это безусловно так. И многие вещи требуют созревания, многие травмы требуют зарастания каких-то переломов, чтобы вы могли начать двигаться куда-то вперед. Но просто каждый может про себя знать, сколько стресса мобилизует, а сколько калечит. И это вот формула про все, что нас не убивает. В ней есть что-то антигуманное, на мой взгляд. Потому что под знаком этой формулы мы готовы подвергать себя любому количеству стресса, если он нас не убивает. Но это ошибка, потому что в действительности нам нужно оптимальное количество стресса, а не максимальное. Это две большие разницы. А почему это не отрегулировано? Ну, я понимаю, что каждый из нас – это индивидуум, у каждого свой организм, и там, соответственно, уровень стресса у нас по-разному проявляется. Но, тем не менее, почему природой это не отрегулировано? Почему есть оптимальное и превышение этого оптима? Когда стресс, стрессовая ситуация, наоборот, нас не мотивирует, не стимулирует, а, в общем, восстанавливает и парализует там, где этого не должно быть, чтобы мы выживали. Ну, тут несколько ответов. Природа не готовила нас к жизни в той ситуации, в которой мы сейчас живем. Она изменилась молниеносно всего какие-то несколько тысяч лет назад, и биологически мы заточены под жизнь в совсем другой среде, которая довольно стабильна, и в которой редко происходят большие изменения. Другое дело, что могут быть такие пятничные новости, что вот пришел леопард, и надо от него быстро убегать. И там надо включить на максимум эту мобилизацию, и наш организм умеет так делать. Нюанс в том, что он не умеет жить так хронически, а мы легко попадаем в ситуацию хронического стресса, и те условия, в которых мы живем, очень легко создают эту ситуацию. Она калечащая и изнашивающая. С другой стороны, грех жаловаться, потому что мы живем-то в два-три раза дольше, чем жили в природе, и к этому природа нас не готовила, и мы должны были сдать все свои основные экзамены когда-то в 20 лет. Это момент, когда природа проверяла основной наш фитнес и способность к размножению, способность убежать от леопарда и добыть корм, и нам надо было поддерживать вот это звание чемпиона лет 10. Мы сегодня живем в ситуации, когда мы, во-первых, гораздо позже должны выйти на этот максимум, а во-вторых, очень долго его поддерживать, к чему природа нас не готовила. И в завершение я хочу сказать, что если ты не можешь убежать, то, может быть, ты должен замереть. Есть эта реакция «бей, беги, замри». И она в какой ситуации может быть спасительной, если ты уже не можешь функционировать под таким стрессом? Может быть, в этом нет большого смысла, ты не сделаешь ничего особенно продуктивного, и организм хочет, чтобы ты замер, чтобы сберечь, может быть, силы, или, может быть, чтобы тебя просто не заметили. Но эта история, кстати, про рациональное или иррациональное? Как мы принимаем эти решения в условиях стресса? Я просто помню из собственного опыта, когда я шел по улице, и стая собак меня окружила, я понял, что единственный мой шанс. Они были достаточно, ну, так, они рычали, и я просто встал и стал стоять. Потому что понимаешь, что если я побегу, у меня нет шансов, если я буду дергаться, у меня нет шансов, соответственно, единственный, там, притворись, стань столбом. И это помогло, потому что потом где-то вдалеке проехала машина, они отвлеклись на нее и ушли. Ну, я не знаю, я принимал это решение все-таки рационально. Очевидно, да, и вы сейчас говорите его словами, вы описываете его словами. У меня есть ощущение, что в этот момент вы думали словами. Я думал, да. И это показывает, что вы... Решение я принимал, мне кажется, не думая. Ну, не похоже, судя по тому, что вы описываете, потому что вы делали довольно контринтуитивную вещь. В этот момент все-таки, поскольку это очень серьезная опасность, наши основные вычислительные алгоритмы, которые проводят несложный расчет, видят, что это собаки, сейчас они нас покусают. В первую очередь, вы должны включать реакцию бегства, да, или попытки, может быть, их победить как-нибудь. То, что вы сделали, вы как бы сдержали, как возничий словами Платона, который представлял себе так процесс принятия решений, да, вы сдержали эту колесницу, и сделали что-то контринтуитивное. Вы задумались. И это уникальная прерогатива человека, причем, судя по всему, некоторого меньшинства людей, людей, у которых аномально сильно развита префронтальная кора. Мы контролируем инстинкты, которые... Можно так сформулировать. Многие не любят применять это слово к людям, но метафорически это хорошее описание ситуации. Вы смогли совершить акт творчества. Это акт какой-то принципиальной новизны. Вы так еще никогда не делали. Вы по-новому скомбинировали имеющиеся у вас в голове вводные и возможные решения. И это делает вас довольно необычным человеком. Ну, я тогда... Мне было страшно. То есть я испытывал чувство страха, понимая, что... Я хочу объяснить, что таким людям, как Вадим, не менее страшно, чем нам с вами. Они отличаются не тем, что они меньше боятся, они отличаются тем, что у них есть дополнительные возможности совладать с этим страхом. Ну, кстати, как контролируется страх? Вообще страх – это же тоже элемент, который создан для того, чтобы нас защитить. Это очень неприятная штука, но, тем не менее, она необходима для того, чтобы мы не совершали какие-то поступки. Насколько страх важный элемент сегодня, то есть как эволюционный, в условиях жизни, в цивилизации? Это очень полезная вещь, потому что он включает, позволяет в какой-то момент включить поиск решения. Мозг так устроен, что при прочих равных он очень ценит постоянство и предпочитает ничего не менять по возможности. И в целом этот выбор – на всякий случай ничего не делать. Мозг вообще не считает выбором, и он не считает, что за него будет цена какая-то потом. Есть такое название – недооценка бездействия. Это когнитивное искажение. То есть ты можешь не делать – не делай. Да, и страх может здесь работать в две стороны. Он может усиливать эту тенденцию. Так страшно, что я ничего не буду делать, я не буду шевелиться, особенно если угрозы очень неопределенные, непонятно, что делать, что будет дальше, что будет следующее. Люди говорят в этой ситуации, все и правды мы никогда не узнаем, и нечего рыпаться. Но страх может у кого-то работать так, что человек решит, что ничего не делать еще опаснее. И он начнет искать решение. Но это может случиться, если есть комбинация со всякими инструментами, механизмами поиска этого решения, которые, судя по всему, нашлись у вас, и они есть не у всех, и это некоторая привилегия. Если человеку не на что здесь опереться, так вот он и ничего не сделает. А страх и испуг – это нередко в тандеме передают, что испуг – одна история, страх – другая, но в то же время это вроде как действие одного порядка. Насколько это разные все такие вещи? Не знаю, я не думал про это. А можете мне помочь, чтобы вкладывать в эти два? Испуг – это резкая реакция на… Мы же тоже пугаемся, мы, видимо, боимся, но это не влечет за собой какой-то долговременный эффект, как мне кажется. А страх – это то, что все-таки развивается и на определенном промежутке времени с нами присутствует. Да, я думаю, что в этом смысле испуг – это более архаичная реакция, и он часто приводит к архаичному… Испуг – архаичная эмоция, я бы сказал, да, и часто приводит к архаичному ответу, к какому-нибудь очень быстрой решительной реакции. Дверь хлопнула, мы испугались. Потенциально, да. Или кто-то что-то не так нас посмотрел, что-то у нас забрал, наступил на ногу, мы в ответ включаем агрессию, молниеносную агрессию, так называемую реактивную агрессию. Вот у нас сейчас вышел новый сезон подкаста «Голый землекоп». Мы выпускаемся раз в две недели. И последний выпуск, который я всем очень рекомендую, там такой гость Ричард Ренгом из Гарварда, который написал книгу «Парадокс добродетели». И он изучал шимпанзе, он ученик Джейн Гудл. И бонобо, и людей. И он в какой-то момент переключился на сапиенсов. И как зоолог со своим биноклем ездил по разным странам мира и изучал сапиенсов. И он обнаружил, что у сапиенсов, и, может быть, в очень редких примерах других млекопитающих с крупным мозгом, есть другой еще тип агрессии, проактивный, который, на первый взгляд, не мотивирован, который связан с тем, что зверь или сапиенс думает про угрозу, которая присутствует в среде. Это может быть больше связано со страхом, пониманием того, что это хроническая угроза, и мне надо что-то такое предпринять. Это превентивный такой. Да, надо как-то продумать мои действия, и что-то сделать для того, чтобы эту угрозу устранить, но только так, чтобы я от этого не пострадал. И это спланированные, продуманные, часто коллективные действия, требующие высокого уровня коммуникации, договора, сговора, заговора. И на обложке этой книги, которую он написал, вот, по крайней мере, русского издания, такой ангел с мечом, который сделал нас очень дружелюбными. И этот ангел, который нас одомашнил, это группы, альянсы самцов, которые научились договариваться между собой и уничтожать очень агрессивных лидеров. Ну, агрессия, как я понимаю, которая в нас встроена, эволюция, это тоже элемент защиты? Да, просто еще раз, судя по всему, очень важно различать два типа агрессии. И Ренгом, и его поколение антропологов, надо сказать, он повлиял на целое поколение ученых, думают, что наступил момент несколько десятков тысяч лет назад, когда в группах сапиенсов стало смертельно опасно проявлять реактивную агрессию. У этих людей быстро портилась репутация, возникали сплетни, и они не просыпались в какой-то момент на утро. Эта агрессия была инадаптивной для них, и так сапиенс был домашним. Так сапиенсы во всех группах, даже там, где люди ведут себя очень плохо, с нашей точки зрения, уровень такой агрессии, на самом деле, в тысячу раз ниже, чем у шимпанзе. Мы можем при этом измерить, я понимаю, что это все на индивидуальном уровне часто проявляется, но есть человек с высоким уровнем агрессии, с низким уровнем агрессии. Упрощаю, да, формулироваю, добрый, злой. Это от чего зависит? Ну, там есть еще раз два типа злодеев, и это очень важно. Есть злодеи, которые в итоге легко попадают в тюрьмы, люди, которые со скверным характером. Ну, это ребята прямого действия. Пришел, увидел, ударил. Это архаика, и это то, почему они в тюрьмах. Это то, как все общества во всех цивилизациях относятся к таким людям. Дарвин увидел в этом действие искусственного отбора, он сказал, судя по всему, мы продолжаем вести отбор против этого типа агрессии. То есть их убирают, это по Дарвину получается, ну, изолируют. Да, ну, реально говоря, это работает, если они всерьез отстраняются от размножения, то есть их убивают. И это свойственно, все-таки, к счастью, гораздо более архаичным и примитивным обществом. Мы не занимаемся социал-дарвинизмом, мы не ведем отбор среди людей, мы рассчитываем, что при должной социальной работе мы канализируем эту энергию в какое-нибудь другое русло, и эти люди будут тоже продуктивными членами общества. Но есть другой тип злодея, злодей, которому совершенно не свойственна реактивная агрессия. Ему свойственна проактивная агрессия, он будет хладнокровно планировать, договариваться. Да, или Путин, да, он будет обаятелен, умел и беспощаден. У этих людей другая траектория. Многие из них, опять же, тоже бывают достаточно социализированные, и я бы не хотел стигматизировать и демонизировать эти особенности. Часто они приводят к тому, что люди просто лучше и честнее считают бюджеты своих корпораций и беспощаднее к каким-то неприятным решениям, но они могут приводить к успеху. То есть это прагматизм, получается, агрессия может стать причиной прагматического отношения? Потенциально, да, только именно проактивная. Если человек освобожден, его процессор освобожден от некоторых лишних вычислений, эмпатия, вычислений о том, кто что чувствует и кто что скажет про это действие, то в конечном итоге это может быть довольно продуктивно, и такой человек честнее будет складывать два и два, независимо от того, приятно это кому-то или неприятно. А эмпатия, для чего она? Опять же, с точки зрения моральной нравственности мы понимаем, это как важно, а качество человеческой жизни с точки зрения эволюции, эмпатия? Ну, мы называем этим словом разные вещи. Я бы здесь начал с... Способность к переживанию? Я бы начал даже еще с предыдущей вещи, со способности подумать о том, что думает другой. То, что специалисты по поведению называют по-английски теорией мышления, звучит очень громоздко, особенно когда ее приписывают шимпанзе. Theory of mind. Это способность прикинуть, какие у вас сейчас ожидания от этой моей фразы, которую я сейчас еще не закончил, но собираюсь закончить. Может быть, ее надо как-нибудь так закончить, чтобы попасть в эти ваши ожидания. И это очень важный вычислительный процесс, и наши процессоры стали настолько мощными вообще исторически, судя по всему, решая ровно эту задачу, а уже потом мы научились замечательно бросать камни и создавать орудия. Это самая сложная задача, на которую наш процессор натаскивала эволюция. Эмпатия – это очень важный здесь тоже инструмент, потому что думать словами – это сложно, медленно и дорого. Все, что включает эмоции, имеет гораздо большую пропускную способность и может обсчитывать очень сложные образы. И я гораздо, может быть, лучше себе представляю, что вы чувствуете сейчас, глядя на вас, чем что вы думаете про мои слова. То есть это считывание эмоций, получается? По тысяче маячков, которые расположены в основном вокруг глаз, и мой мозг неосознанно считывает сейчас их. И это очень важный инструмент для жизни в группах, даже группах по 20 особей, а это, видимо, исторически примерный размер группы для большинства гоминид, охотников и собирателей, которые должны решать довольно сложные задачи и социальные задачи, мы о них немножко уже поговорили, и задачи по выживанию, по добыче пищи, и для того, чтобы эти группы действовали как скоординированно, чтобы в них был мир, для того, чтобы что-нибудь украсть за спиной у доминанта, а потом, когда он поколотит вас, помириться с ним, а в следующий раз украсть так, чтобы все-таки он этого не увидел. На это требуется очень много таких вычислительных возможностей, но антропологи считают, что в какой-то момент группы сапиенсов претерпели скачок и резко увеличили численность, может быть, до 200 особей. И это совпадало, я сейчас просто пересказываю этот выпуск подкаста, я еще раз рассчитываю, что вы все его послушаете. Наш редактор Андрей Борзенко назвал его «Одомашненное насилие». Это выпуск о том, как сапиенс стал одомашнен, и как его насилие стало тоже одомашненным и в каком-то смысле гораздо более зловещим, как проактивная агрессия вытесняла реактивные правила, которые позволяют нам быстро поубивать всех, кто мешает нам дружить. Это довольно зловещая формулировка. Так вот, понятно, что вот такие одомашненные млекопитающие, неважно, чернобурые лисицы из Новосибирска или вот волк, который у вас, может быть, дома живет, одомашненная волка, собака, они все немножко инфантильные, у них немножко меньший размер мозга, они в некотором смысле не вырастают до полностью взрослого состояния. И это, судя по всему, черта сапиенса. Может, нет вот этой агрессивной среды, она снижается? Скорее, да, наоборот даже, скорее, эта среда настолько не агрессивна из-за того, что сапиенсы все немножко дети. Это удается разбаловать, да? Среди них есть плохие дети, но большинство детей хорошие дети, и они склонны к сотрудничеству даже с неродственными особями, которые живут на других территориях, если они признали в них своих, как вот я сейчас чувствую по отношению к вам, приехав в эту студию. То есть, соответственно, вот это домашнее животное, которое оказывается в этой неагрессивной среде, оно становится менее приспособлено. Но это логичная история. Оно может быть менее приспособлено к выживанию в одиночку. Но эти группы оказались фантастически сильными. Группы из двухсот таких инфантильных, очень дружелюбных, очень сотрудничающих и совершенно беспощадных к чужим. Они прошли огненной стеной по всему миру и первым делом уничтожили всех других хомо. На планете жило минимум полдюжины видов, может быть, больше. А вот эта беспощадность к чужим, она связана с чем? Это защита своего? Это оборотная сторона вот этой сцементированной, как говорят, окситоциновой какой-то склейки этого общества. Если мы сейчас с вами попоем немножко хором и плюнем в пробирку, то в нашей слюне будет больше окситоцина, чем было до начала нашего разговора. И мы хотим защищать то, что у нас уже есть. Мы хотим защищать наших детей, наши ценности, наши скрепы, иначе за ними придут трансгендеры. Если вы почитаете Z-канал, вы там увидите вот ровно эту риторику. Но как так получается, если мы переводим это в плоскость, скажем, геополитики, что, в общем, хотят войны далеко не все страны и не все государи. Государи, оговорка по Фрейду. Это государство и их руководители, но есть страны, которые хотят войны и начинают войну. Ведь даже если посмотреть на с точки зрения одомашивания, то есть страны гораздо более комфортные, чем Российская Федерация. Но войну начинает Владимир Путин. Для этого нужно несколько вещей. Я думаю, что все-таки нам надо с осторожностью сейчас приглашать для этого разговоры биологов и их мнения. И, может быть, вначале надо повесить такой большой дисклеймер над этим разговором о том, что, человек, в первую очередь, культурное существо и, во вторую очередь, биологическое. Биологам есть что сказать по этому поводу. И все-таки тут важно не оказаться героями пьесы Шварц и начать говорить, что все дело в бабушке, которая была ледоедом. Мы не снимаем ни с кого моральной ответственности. Очень рассчитываем увидеть возмездие всем, кто развязал эту войну и тем, кто устанавливал диктатуру в России, в Беларуси и в других странах. Но болезнь, которую вы описываете, она требует какого-то набора компонентов. Я не буду вторгаться на территории историков и социологов. Они описывают эти болезни. Это болезни культурного устройства. И я думаю, в них может впасть любое общество. И этому нас учит история. Нельзя сказать, что немцы или японцы или русские разные нации в разное время впадали в это состояние. Нельзя сказать, что у кого-то из них есть какие-то принципиальные особенности. Точно нельзя сказать, что это биологические особенности. Если там что-то происходило, то это последовательность каких-то несчастных событий, несчастливых событий, которые лежат в культурной пласкости. В то же время у нас же вырабатываются какие-то алгоритмы, которые приводят к каким-то действиям. Эти алгоритмы, то есть они имеют исключительно небиологическое происхождение, когда мы принимаем то или иное решение? Или все-таки биология подстраивается под некий Я бы сказал так, что эти социальные процессы опираются на некоторые универсальные биологические черты. И умелая пропаганда, которая должна мобилизовать общество на войну с соседями, интуитивно нащупывает эти кнопки, на которые нужно нажать. Пропагандисты могут этого не знать, и эти харизматичные авторитарные лидеры могут этого не знать, но если они хорошо делают свою работу, то интуитивно они нажимают на эти кнопки. Им нужно несколько вещей для того, чтобы мобилизовать группу людей на убийство. Им нужно создать... Я сейчас буду говорить страшно банальные вещи, вы все их знаете и так, да. Им нужно создать картину внешней угрозы. Причем угрозы чему-то самому уязвимому, чему-то самому важному, чему-то, что мы все хотим защищать. И Гитлер хотел, что... И немцы хотели, чтобы арийские голубоглазые дети играли под голубым небом в мире, свободном от голода, насилия, порока, извращений и других вещей, которые они считали опасными для себя. И он очень любил собаку, был очень сентиментальным человеком в жизни. Сталин... Я сейчас цитирую начало книги Ренгома. Сталин очень прилично вел себя в тюрьме, ладил с сокамерниками и был популярен среди них. И к тому, что у этих людей не должно быть рогов и копыт для того, чтобы они делали то, что они делают. Сталин писал стихи. Вот что-нибудь такое, да. Гитлер картины. Им нужно нащупать те ценности, которые эта группа готова защищать, и те угрозы, которые эта группа примет даже в качестве мифа, но убедительного, внешние, которые угрожают этим ценностям. Ну, дальше, в 21 веке, выяснилось, что полезно также, видимо, не бить все время в одну точку и создавать все время одного и того же врага, одну и ту же угрозу, а три раза в день ее менять. Это может показаться парадоксальным и, казалось бы, должно вызывать меньше доверия, но в действительности это приводит к такому уровню неуверенности и неопределенности, что замечательно включаются вот эти биологические механизмы, когда мозг для того, чтобы снять когнитивный диссонанс, должен начать выстраивать такую картину мира, в которой бы как-то все это укладывалось. Вот под знаменем этой идеи всей правды мы никогда не узнаем. И прильнуть к руке сильного лидера, потому что все несется в тартарары, и на что-то нужно опереться. Мозг в этой ситуации больше всего ценит какую-то определенность. Ему нужно на что-то опереться и куда-то дальше ехать. Получается, что это программирование? В каком-то смысле, да. Это такой цикл с обратной связью. Нужно посылать какой-то сигнал, смотреть, как он воспринимается, и уточнять сигнал. А группе, которая посылает сигнал, нужно уточнять свой запрос на этот сигнал и формировать какой-то запрос на то, что нужно, что их утешит, что-то, что у них вызовет ощущение безопасности. И может так сложиться, что консенсус между тем, кто отправляет сигнал, кто его получает, будет такой, что сейчас нам нужно повоевать. И дальше каждая следующая глава в этой новелле должна показывать, что мы были правы, сделали правильный выбор. Для этого нужно выключить критическое мышление и улавливать только те сигналы, которые подтверждают, что мы были правы. Это называется confirmation bias. Если вы боитесь черных кошек, то вы будете запоминать только ситуации, когда черная кошка перебежала дорогу и случилось что-то плохое. И вы не будете запоминать ситуации, когда ничего плохого не случилось. Это фокусирование получается? Confirmation bias. Мозг фокусируется на том, что его утешает, то, что ему спокойнее. И дальше есть хорошие новости, что вам дают в руки 200 тысяч рублей. И есть очень много бенефициаров этой ситуации, те, кто могут на этом как-то зарабатывать. И вы фильтруете плохие новости о том, что многие из них вернулись цинковому гробу. Но здесь же есть еще такая штука, как инстинкт самосохранения. То есть человек, который идет на войну, который участвует в войне, понимает, вероятно, что он может умереть. Инстинкт самосохранения один из самых сильных, насколько мы понимаем. Потому что это наша базовая защитная ряда. Поэтому вам надо создать ситуацию, когда человек больше боится своих командиров, чем врага, который далеко. И это уроки еще Второй мировой войны. То есть, условно говоря, обмануть самый базовый инстинкт. Не надо включить самый базовый инстинкт. Просто вы должны быть самым опасным. Если вы командир, вы должны быть самым опасным человеком. Получается, что инстинкт расстается, просто он начинает бояться командира больше, чем... Все так. Ну и дальше включается после... Если человек не погиб быстро, то у него включается вот это единство с теми, с кем вместе он это делает и ощущение что пока он в этой группе то он безопасности да пока мы пока не вместе это осуществляют есть ощущение сниженного индивидуального риска вот это погружение кстати растворение индивидуума в общем это тоже снимает страх это 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 способ мозга бороться со страхом и это 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 снимает очень острый конфликт между тем что надо немедленно отсюда бежать и тем что не могу отсюда убежать потому что мне расстреляют или поймают посадят тюрьму будут пытать снять его можно если включить вот этот режим и так на чек начинает воевать а если человек идет на войну понимаем что это война несправедливый и он совершает агрессивное враждебное действие но по каким-то причинам он оказался на фронте как долго он может с этим состоянием жителей все-таки происходит вот это перепрограммирование то есть он назначать с того что большинство людей сетки не ставят перед собой вопрос справедливый или несправедливое не просто вместе с нашими и это такая биологическая вещь да есть принадлежность группе да и в природе было смертельно опасно идти против это группа или оказаться изгнанным из нее оказаться одиночкой ты не выживешь тогда и лояльность своим лояльность группе in-групповой фаворитизм это такая очень базовая биологическая вещь пойти против группы очень опасно и некомфортно, это поведение высокого риска. Поэтому это стоит на первом месте, а все остальное должно как-то этому соответствовать, и как-то под это должно быть подогнано. И там включается вот этот confirmation bias, когда мы должны получить такую информацию от командования из окружающей среды, которая нас как-то утешит и примирит совсем с этим, и получится, что все-таки это все справедливо, правильно и нужно. — А критическое мышление, в какой элемент оно включается, для чего оно с точки зрения эволюции необходимо, и как легко оно выключается? То есть вообще мы контролируем эти процессы, но мы думаем, что мы обладаем критическим мышлением. Но оно же может в какой-то момент кончиться. — Я бы не переоценивал этого фактора. Я думаю, на каждого из нас найдется такой уровень стресса и настолько высокие ставки, чтобы вот эту пленочку цивилизации смело бы, и осталось бы... — Но мы это рационально выключим? То есть мы понимаем, что да, есть тумблер, мы его выключаем? — Вот, мне кажется, я говорю с очень необычным человеком, вы, наверное, уже в этом убедились. Это вызывает огромное уважение. Нет, Вадим, большинство людей устроено не так. Они не властны над тем, что включать и выключать этот тумблер, он выключается сам. Я бы не переоценивал степень владения критическим мышлением для каждого из нас. Это во многом продукт цивилизации, какого-то воспитания, образования. Это во многом предмет привилегии. Не все люди получили его исходно по своему воспитанию, но человек может также быть довольно одарен и может сам как-то включить этот процесс у себя. Но в любом случае это очень... Это какой-то такой пирамиде, это очень верхняя такая вишенка на торте, которая очень дорого стоит. Она может чудесно окупиться. И в ситуации, когда у вас вот так нападают собаки, и вы нашли решение. Хорошо вам, если так. Но все-таки при достаточно высоком уровне стресса у большинства людей она выключается. И дальше лошади несут туда, куда они несут. Ну тогда получается, что... Это я хочу, правда, еще раз, еще один дисклеймер. Я очень хочу, чтобы из этого разговора не следовал бы вывод, что я каким бы то ни было образом отменяю идею моральной ответственности. Как вот сказал мой друг Андрей Бабиский в своем замечательном подкасте, если так вышло в 21 веке, что ты оказался с автоматом в руках, то это повод окончательно повзрослеть. Это момент, когда у тебя на себе моральная ответственность, и ее никто никогда не снимет. Из-за того, что ты... Вот это напуганное биологическое существо, которое я сейчас описал, это не снимает с тебя моральной ответственности. Я вас перебил. Да, про панику. Я хотел как раз... Вот когда включается паника? Паника, как правило, как мы знаем и как мы видим, несет в себе разрешительные последствия. Она не спасает. Хотя понятно, что... Либо да, либо нет. Это желание выйти, желание убежать, желание спрятаться или отдалиться от того момента и от того места, где происходит событие, которое может угрожать ей жизнь. Но, как правило, паника разрушительна, и она уничтожает индивидууму. Либо да, либо нет. Вообще-то в большинстве ситуаций, если у нее есть серьезный повод, то, скорее всего, ситуация будет развиваться так, что вы окажете... Как бы паника вынесет вас из той зоны, где на вас этот повод действует. Это просто максимальная мобилизация. Но еще раз я понимаю, как устроены ваши ценности. Это очень здорово. Ну, нет, когда мы видим толпу, пожар и так далее, паника часто приводит к давке, соответственно... С психологической точки зрения это элемент защиты? Да, конечно, еще раз просто, потому что, не дай бог, вот этот пожар, который вы описываете, судя по всему, в городской среде, и где большие скопления людей, это что-то, к чему природа нас не готовила. И там надо было бы потенциально включить совершенно другие инструменты, и это очень сложно сделать. Но если вы хотите какой-то практический тейк-ауэй из этого разговора, то я как-то говорил с таким астронавтом, Скоттом Келли. Может быть, читали вы перепалку с Рогозиным в твиттере матерная. Это сколько лет? Еще до войны это было. Ну вот, пик этой перепалки где-то год назад, и, по-моему, она продолжается. Ну, в общем, он сказал мне, что я ему говорю, ну вот, я люблю сговаривать с людьми, которые так устроены, мне кажется, они из другого теста, которые не поддаются панике. Он говорит, нет, ну почему? Я как-то сажал бомбардировщика F-16 на полубу авианосца ночью в грозу. Я потом смотрю, у меня даже руки немножко дрожат. Да так устроены эти люди, которые из другого теста. Но он дал мне совет, он сказал, что в такой ситуации надо попробовать мысленно поделить пространство на разные зоны и сосредоточить все свое внимание только на тех частях пространства, которыми вы можете управлять, которые находятся непосредственно в сфере вашей власти, ваши какие-то приборы, на которые вы сейчас смотрите, ваш компьютер, ваш телефон, ваше дыхание. Потому что все такие инструменты у мозга, например, паника, они имеют очень мощную именно пространственную привязку. Их природа исходно составала именно для того, чтобы сориентироваться в пространстве, найти в пространстве источник опасности и в пространстве переместиться куда-то от него подальше. И если вы вернете себе так контроль, чувство контроля, это метод называется компартментализация, вы поделили все на какие-то клетки, то потенциально вы можете вернуть себе агентность, можете вернуть себе управление и можете тогда позволить себе роскошь, о которой вы говорите, найти нетривиальное решение. И сейчас мы возвращаемся к началу разговора, потому что это значит, что в этот момент вы смогли уменьшить стресс и вывести себя на оптимальный уровень стресса. Тот, который годится для поиска творческого решения задачи. Завязать рукава халата за спиной. Когда на вас идет стена огня, вы не можете помедитировать над тем, как завязать рукава халата, а это на самом деле то, что вы сейчас должны сделать. Вы должны для этого каким-то образом снизить уровень стресса. Вы должны сделать что-то, что поставит вас в оптимум. Да, я понимаю, это сужение пространства, потому что, вот вы упомянули астронавта, я брал интервью в свое время у капитана К-219 подводной лодки, которая терпела крушение. Я спрашивал его, как он действовал. Он говорит, я концентрировался на конкретных задачах в этот момент. Там, условно говоря, остановить вот этот прорыв, завинтить этот вентиль, дать точную задачу, и они тогда решили ряд проблем и смогли. То есть, условно говоря, сужение именно пространственного момента происходит. Надо попробовать как-то, да, придумать себе пространственную метафору. Особенно, если пожар, который вы тушите, происходит в какой-то виртуальной сфере, и это особенно сложно, если вы прямо, действительно, что-то происходит в пространстве, это одно, но если вы, ваш пожар происходит в переписке в имейлах или в каких-то зумах, это будет гораздо сложнее сделать, но это то, что вы должны сейчас сделать. у вас нет прямой угрозы от переписки в зуме. Да, она может быть очень большой при этом, да, на самом деле, вы сейчас, есть что-то, от чего зависят очень сильно ваши какие-то обстоятельства, вам нужно, ну, условно, вот, действительно, попробовать нарисовать какой-нибудь иероглиф или сосредоточиться на дыхании для того, чтобы переместить себя в оптимум. И это должно быть где-то здесь, в пространстве, где-то здесь и сейчас, надо почувствовать себя здесь и сейчас. Это такой важный древний алгоритм. Причем я подчеркну слово оптимум, я все время его повторяю, если в этот момент вы выпьете много алкоголя или какое-нибудь еще, употребите вещество, это может сделать вас очень уязвимым, потому что вы промахнетесь мимо оптимума и будете опасным образом расслаблены. Но у вас иллюзия создается, собственно, если применяются вещества. Но я, кстати, хочу вернуться к теме вот этой концентрации, потому что Энди Вейер, Марсианин, книга, которую написала, Это же история как раз про выживание и некую концентрацию, когда он выполнял каждую конкретную задачу в условии, кстати, пространства. Да, короткий горизонт планирования. Почему это так уменьшает панику? Потому что это возвращает вас в здесь и сейчас и в те маленькие дела, которые вы должны сделать. И это сделает ваш день продуктивным, вернет вам ощущение агентности, вернет вас из стресса в какое-то более оптимальное положение. Это то, что произошло со многим после начала войны. Все так. Я понимаю, когда фраза горизонт планирования стала чуть ли не повсеместно звучать везде. То есть он снизится. Короткий горизонт планирования сейчас слышат от каждого собеседника. Это может быть очень адаптивно. Пока это не перестанет быть адаптивно, пока не выяснится, что, тем не менее, вот в эти несколько лет вам нужно бы понемножку начать формировать какой-то чуть более лаглосрочный план, начать расставлять фигуры на этой шахматной доске с учетом, ну, с некоторым запасом. К сожалению, это такая ситуация, когда мы должны бежать сразу как бы в две стороны на две дистанции. Мы должны на короткой дистанции создавать себе вот то, что мы сейчас обсуждали, какой-то уровень комфорта, но начать осторожно думать над тем, как должна быть устроена стратегия. А снижение статуса, я имею в виду социального статуса для человека, мы говорим о многих известных людях, обеспеченных людям с финансовой точки зрения, которые, выбрав этот путь, отказавшись от сотрудничества, ну, я Россию имею в виду, они потеряли. И здесь интересно, что часть людей была готова пойти на это понижение статуса, и это тоже, как я понимаю, достаточно болезненно, а часть людей не готова. Это как определяется? И сколько здесь биологии? Никто не померит это точно, я легко себе представляю биологов, которые охотно скажут здесь, что это та самая разнородность популяции, которая может быть в том числе биологической. И это вопрос того, как мозг взвешивает цену деяния и цену недеяния, что опаснее, что хуже, и то, и другое плохо. Когда и то, и другое плохо, вопрос, как мозг это взвешивает для себя. С одной стороны, риск расставания с группой, риск утраты статуса, то, о чем вы говорите, и беззащитности какой-то, да, этот переход. С другой стороны, риск того, чтобы дальше вариться в этом котле и свариться до температуры кипятка. И вопрос, как мозг это взвешивает, может быть, в том числе биологическим. Но тут вопрос, мне кажется, что гуманитарные ученые скажут, что такое биологизаторство может быть опасным и излишним, и у нас есть исчерпывающее объяснение, лежащее в другой плоскости, плоскости воспитания и того, как устроена психика, ценности, в конце концов, да, то, как человек взвешивает какие-нибудь моральные ценности. Я думаю, что биологу трудно про это что-нибудь сказать, а остальным есть что про это сказать. Но биологам точно есть что сказать про то, что будет происходить дальше, а именно вот механизмы счастья, механизмы удовлетворенности и того, как психика адаптируется к каким-нибудь переменам, хорошо изученной. Мне кажется, что здесь есть много биологии. Есть такой гомеостаз. Психика умеет поддерживать примерно постоянный уровень счастья. Я не говорю высокий, я говорю постоянный, характерный для этой личности. Разные люди умеют в разной степени быть счастливыми или не очень счастливыми. Они примерно такими остаются всю жизнь. Человек может потерять конечность или выиграть большую сумму в лотерею. Его психика вернется примерно к тому же уровню счастья где-то года через два. И есть такой большой гарвардский проект по исследованию счастья. Это один из результатов этого проекта. Правда, они выяснили, что есть одна вещь, которую психика не умеет таким образом всосать с хлюпаньем и затянуть той же рясой. Как-то ряской. Я начинаю забывать слова. Это изменения, связанные с тем, сколько времени вы проводите в дороге до работы для городского жителя. Если вы переехали так, что стало ездить ближе или дальше, это резко повлияет на ваш уровень счастья. Ну так, что если далеко ездить, то будет плохо, а если близко, то хорошо. Вот у нас режиссер как раз, он живет за городом. Да? Да. За городом, ему надо далеко ездить. Ну не очень счастливый вид. С техническим меркам, конечно. Ну а с другой стороны, вот извините, просто мне кажется, важный такой момент. Но Керуак же, как раз поколение битников, они пишут то, что счастье в дороге, то, что счастье в пути. Ну и меня доходить на работу. Я думаю, что такого Керуака если запрячь в офисное рабство, заставить два часа в день ездить на работу, я бы на него посмотрел на это счастье в дороге. Да, ну то есть, это есть опять же участник. И следует по всему, это как-то связано с несвободой. Это то, что психика очень плохо воспринимает резко возросший уровень несвободы. А это несвобода, потому что это каждый день вы, есть какой-то кусок дня, когда вы очень-очень жестко детерминированы в какие-то вещи, в попадание, пробки, расписание, попасть в нужный срок. И вот такая вот высокая постоянная доза несвободы или наоборот внезапно открывшаяся большая доза свободы, судя по всему, психика как бы не может ничего поменять в этом. Ни в ту, ни в другую сторону. Свобода лучше несвободна с точки зрения ощущения счастья. Психика считает это очень ценным. Потому что я слышал такую точку зрения, я даже знаю людей на уровне там небольших компаний, в которых они работают, когда они хотят, чтобы начальник был жестким и даже жестоким, тогда не нужно думать, тогда тебе дают четкие указания, что делал. И этот начальник сильный и хороший. Если ты даешь ему выбор, то, значит, ты, соответственно, слабак, и это вообще несерьезно. И понимаешь, что свобода, когда ты даешь человеку возможность выбирать, это не всегда принимается на ура. Good for them. Что говорится. Ну, то есть, видимо, им это подходит. И еще раз, мы очень разные. Есть разные типы задачи, которые требуют разного уровня стресса. И ситуация, которую вы описали, такой армейской фокусировки, она годится для выполнения большого количества маленьких простых задач в срок. И без такой структуры человек в состоянии размазать их на дни, дни и дни, испытывать постоянный стресс от того, что есть снежный ком этих мелких задач, которые не выполнены, и некому сказать ему, соберись тряпка. Но это ведь тоже... Это и дальше возникло... Ради чего нам это нужно? Ради того, что наступило пять вечера, и там дальше что? Свобода. И это то, за что мы говорим в этот момент спасибо этому начальнику и этой жизненной ситуации. То есть, он очень четко регламентирует... Моменты несвободы и свободы, и это лучше, чем постоянно размазанная небольшая доза несвободы. А если говорить вообще об устройстве человеческих иерархий, потому что, с одной стороны, приятно слышать, вот здорово, когда вокруг умные люди. Ну, умные, понятно, это может быть не научная терминология, но тем не менее, мы же понимаем, что если, как пел Тальков, вернуть в страну не дураков, а гениев, то тоже начнутся проблемы, потому что нужно, чтобы были иерархии. Правильно? Для того, чтобы общество функционировало, чтобы вид развивался. Ну, вид никуда не развивается больше, и для того, чтобы вид развивался, нужно заниматься Евгеникой. Нужно в каждом поколении уничтожать 90% производителей и оставлять 10%. Тогда вид будет развиваться. Это то, что еще Дарвин прописывал на начальных этапах до построения цивилизации. Я так понимаю, что это происходило. Да, но это остановилось. И я не знаю, хотите ли вы обратно в эту ситуацию. Это страшная история. Ну, есть искусственный отбор, естественный отбор, да, я не знаю, хотите ли вы что-нибудь из этого испытать на своей шкуре, я не уверен. Нет, не хочется. Я думаю, это не гуманно. И вид, вопросом просто выживания, а не развития какого-то изменения. Вид расплодился и очень быстро подрывает свои собственные ресурсы, меняя на планете климат и уничтожая биоразнообразие. И там есть эта проблема, у которой нету решения. Она состоит в том, что мы очень дружелюбные, сотрудничающие, творческие существа и придумали много потрясающих решений для тех проблем, которые у нас были. И создаем, не знаю, эффективно работающие вакцины против вирусов, или мы создаем более зеленые виды энергии, или придумываем, как вырастить еду так, чтобы всех накормить. И мы создаем контрацепции и разные другие вещи. И это одна сторона этой медали. Другая сторона медали состоит в том, что мы не умеем как большая группа сообщать, действительно, о чем-нибудь договариваться все вместе. У нас есть эти институты, у нас есть институты прогресса, но у них нет возможности полностью влиять на жизнь общества и жизнь государства, и жизнь человечества в целом. И у этой проблемы не видно решения. Это то, к чему природа нас не готовила. Люди не могут договориться все вместе и свернуть к какому-нибудь обезумевшему диктатору. Но они же пытаются в какой-то момент договариваться. Когда Гитлер, скажем, начинает попытка договориться с Гитлером в Мюнхенский сговор, потом все понимают, что другого варианта нет, и Гитлер в итоге свергает коалицию. Ну да, но вот вопрос, ну сейчас будет вот на этом цикле. Пока что это выглядит не очень оптимистично, если честно. Потому что есть ядерная бомба. Ну, это один из факторов, судя по всему. И, соответственно, цинк самосохранения опять же срабатывает у людей, которые думают, можно ли... Срабатывает комбинация самосохранения с тем, что когда вы имеете дело с психопатом, он может навязать вам свой темп эскалации в силу своего бесстрашия. И он может демонстрировать вам готовность платить большую цену, чем вы готовы. Он вас берет на слабо. И это очень сложная ситуация, очень пугающая. А психопат появляется, опять же, я понимаю, что есть определенные... Это биологическая особенность, судя по всему. Для чего? Вообще, понятно, что природе нельзя задавать вопрос для чего, но тем не менее, мы как это объясняем? Это побочко... Да, Рэнгом скорее считает, что это архаика наоборот, что это люди, у которых архаическим образом есть вот этот дефицит эмпатии. И им не очень хорошо жилось в группах природных охотников и собирателей. Их быстро выявляли и уничтожали, что они плохо себя вели. То есть тогда срабатывал вот этот тот самый естественный отбор? Потенциально. Но сегодня, когда мы все размножаемся и у нас не сбрасываются скалы, как в спарте больше, такие редкие особенности могут получать как бы больше развития, могут тоже получать право на жизнь. И у этого могут быть хорошие как бы стороны, еще раз, потенциально, подавляющее большинство таких людей довольно продуктивно работают, часто, как какие-нибудь руководители, там важно, чтобы они не теряли берега и чтобы они не видели ничего слишком рискованного. Но при удачном стечении обстоятельств и при достаточно высоком IQ все может работать не так плохо. Там вот есть комбинация низкого интеллекта и еще ряда травмирующих обстоятельств, ну и конкретно какого-то совпадения, в которое они попадают, когда они делаются опасными. А искусственный, естественный, точнее, не искусственный интеллект, это эмоциональный интеллект, это исследованная область? Ну, мне кажется, что ее больше любят журналисты, как мы с вами, чем биологи. Мы обеспечиваем эмоции и так далее. Ну, просто это выражение возникло, когда нейроученые поняли, что в действительности мозг в состоянии обсчитывать гигантские объемы информации, выдавая нам результат в виде чувства, в виде ощущения. И часто этот результат бывает очень смарт, он бывает очень точным и очень умным, что нужно сейчас делать. При этом вы не можете словами объяснить, почему надо было бы так сделать. Ну, условно, вы представьте себе футболиста, который бежит по полю, его мозг анализирует работу сотен его мышц, поведения его команды, другой команды, скользкости грунта, и принимает быстрое решение отдать пас или ударить самому. Это решение, которое вычисляет процессор, который не думает словами и который не может с вашим сознанием разговаривать словами, он может разговаривать при помощи чувств. Но это может быть фантастически точное решение, фантастически точная траектория в случае, если у вас есть достаточный опыт. У нас есть вопрос из Телеграма, не так много времени надо будет вас скоро отпускать, поэтому начну зачитывать вопросы, которые приходят из Телеграма от наших зрителей. Можно ли предположить, что люди не являются частью экосистемы Земли? Мы кто вообще? Почему у нас нет инстинктов? Почему мы как паразиты убиваем все живое? Почему наш вид настолько чур в природе? Потому что мы глупые или потому что мы тут лишние? Аж такое. Очень сложно ответить и про почему, и про лишнее. Биологи обычно не ставят вопрос таким образом. Биология — это историческая наука, это наука о том, как развивается история, история жизни на Земле, история одного организма от рождения до смерти, и история в череде поколений. И мы довольно хорошо знаем историю человека на Земле, мы знаем, что это итог миллиардов лет эволюции жизни и сотен миллионов лет эволюции позвоночных животных и десятков миллионов лет эволюции млекопитающих. Мы знаем, каким был сапиенс в его природной среде. И это топовый хищник, топовый потребитель белка, у которого в диете 200 видов животных и растений, который умел очень умел эксплуатировать среду, не истощая ее, постоянно качуя. И так продолжалось 90% нашей истории. Что-то случилось в последние тысячи лет, совсем недавно. Это очень резкое изменение, которое опасно и для самого сапиенса, и для планеты. Насколько это закономерно, на этот вопрос трудно ответить. Биологи не оперируют этими категориями. Но вообще есть такое предположение, что мы не слышим сигналов от развитых цивилизаций, потому что все цивилизации, может быть, в какой-то момент достигая определенного уровня развития, уничтожают себя и свою среду. Это может быть одним из объяснений. Задачу трех тел посмотрели? Нет, еще. И книжку не читал. Не слышите, пожалуйста. Отличный сериал по поводу, кстати. Ну, может быть, одна часть книжки или нет? Или может, прям сериала? Ну, я книгу не читал, сейчас вам скажу, но сериал мне понравился. Но я хочу книгу сейчас тоже прочитать. Я в суждении слышал про книгу и всех ее советовали. А тут вот еще вышел сериал и окончательный повод. Там есть, как мне кажется, отсылка к Стругацким. Возможно, это я просто увидел такую аналогию. Ну, когда посмотрите, наверное, увидите. Подсказка. За миллиард лет до конца света там есть как раз, как мне кажется, очень хорошо считывается. Еще вопрос от Андрея. Здравствуйте, Илья. Сейчас в мире разгорается все больше военных конфликтов, звучат угрозы использования ядерного оружия. Как вы считаете, война это перманентное состояние вида Homo sapiens? Мы заточены на самоуничтожение. Тем более, говорят, что время жизни видов не превышает 10 миллионов лет. Ну, я хочу вам сказать, что был такой Homo, который прожил больше миллиона лет. Это был Homo erectus пятикантроп. Я не знаю, сочли бы вы его Homo человеком, да, потому что они были не очень высокого роста, у них был маленький объем мозга, но они смогли выйти за пределы Африки, колонизировать полмира просто с каменными ножами. Вот пример какой-то чудесной экологической стабильности. А со времен неолита, с момента, когда люди перешли к оседлому земледелия, и произошло сразу две вещи. С одной стороны, их пищевая безопасность полностью опирается на всего два-три вида злаков каких-нибудь, которые они выращивают, и происходит резкий скачок численности, потому что на этих калориях они могут очень размножиться. происходит резкая перестройка отношений внутри групп, между группами, и в целом вида с планетой, с экосистемой. Все мои собеседники говорят, что неолит оказался очень опасным переходом, и это произошло совсем недавно, всего несколько тысяч лет назад. И с тех пор, да, вот с этого момента во всех поколениях, во всех цивилизациях люди непрерывно делают две вещи. Они все более дружно, все более слаженно обеспечивают выживание своим, и нарастает гуманизация и возможность выживания слабым. И также в каждом поколении они использовали максимум своих технологий, чтобы уничтожить максимальное количество чужих и завоевать просто больше территории под эту самую пшеницу. Это все немножко метафора, но, к сожалению, это немножко не метафора в том смысле, что 20 век весь так прошел, и, кажется, 21 век оказался не более вегетарианским. Еще вопрос, могла ли жизнь на нашу планету будет занесена из космоса, как вы думаете? Никто не знает точно, но я знаю, что биологи очень любят и отчетливо предпочитают пытаться изучать механизмы самозарождения жизни. Есть некоторая популярность у идеи того, что какие-то органические молекулы могли быть занесены вроде нуклеотидов, но в последние 30 лет мы узнали про это больше, чем знали раньше. Я сейчас говорю про РНК-мир, про мир так называемых рибозимов, и здесь есть довольно серьезные подвижки в последние годы. Мир еще не клеток, а больших молекул, которые одновременно могли кодировать информацию и делать некоторые виды работ, которые были закодированы в этой информации. Это такие кентавры, которые немножечко носитель информации, а немножечко мускул, так сказать, немножечко энзим, что-то, что может тратить энергию. И в последние годы про эти штуки узнали больше, чем раньше. Может быть, мы узнаем, как жизнь зародилась сама. Вам хотелось бы, чтобы мы были не одинокими в Земле? Это ужасно интересно, я очень хотелось бы в этом убедиться. Меня бы устроили любые бактерии, если бы увидеть, что существуют бактерии с каким-то другим принципом устройства на какой-нибудь планете. Это было бы безумно интересно. Но я хочу вам сказать, я сейчас работаю над уже восьмым выпуском сезона, он должен быть в июне, это будет небольшой превью. И я интервьюирую людей из двух проектов, один называется Сети, Search for Exeter Intelligence, а другой называется Сети, с буквой С, от слова Citation, китовый интеллект. И там, и там есть группы, которые изучают китов и пытаются установить с ними контакт, репетируя контакт с неземной цивилизацией, используя инструменты AI. Искусственный интеллект может расшифровывать языки, не имея розетского камня. Не имея параллельных текстов на знакомых языках. И это очень интригующая вещь. Искусственный интеллект не пугает? Опять же, Азик Азимов, законы робототехники, часто в фантастических романах они нарушаются, потому что роботы выходят из-под контроля. Если мы говорим об искусственном интеллекте и о тех страхах, которые существуют у нас, обладатели естественного интеллекта, что же будет, если он посчитает, что мы не... Мне кажется, невозможно бояться всего одновременно. Я достаточно боюсь людей, чтобы тратить ресурсы на страхи перед угрозой, которая все-таки достаточно виртуальная. По крайней мере, мой план состоит в том, чтобы пока конец света не наступил, получить максимум удовольствия, продуктивности от использования этого инструмента и максимум радости от вещей, которые он нам дает. И я уверен, что это сильно скажется на нашем благополучии и качестве жизни, на изобретении новых лекарств, новых материалов. Это происходит прямо сейчас. Это очень бурный прогресс, которого я совсем не ожидал в этом смысле. Одно из разочарований как бы моего детства, что я так и не увидел полеты к другим каким-то звездам, и не увидел инопланетян, хотя очень мечтал. Но я не мог предположить, что при нашей жизни на нашей планете появится что-то, что настолько продуктивно в кавычках или, может быть, не в кавычках думает. И это очень интригует. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Спасибо вам большое, что нашли время и пришли к нам сегодня. Спасибо большое. Спасибо всем, кто присоединился к нам. Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова